Всем привет! Сегодня у нас в гостях Рустам, он строитель, и у него есть очень интересная тема, я поэтому ее пригласил. Это вот методика расчета сметы. Очень частая проблема для дизайнеров, когда ты пытаешься найти себе строителя, а все строители уходят там на месяц, на неделю, в лучшем случае, да, и потом присылают тебе непонятную смету, не такую подробную, где тебе еще надо догадываться, что имеет в виду, пытаться как-то найти правильную часть. Там мы познакомились, и он показал очень интересную методику, где может посчитать точную смету, там в пределах 10-15%, чтобы можно было отдать дизайнеру, по дизайн-проекту, кстати, для того, чтобы клиент быстро-быстро и точно увидел эту смету, и вообще понять, принципиально мы работаем или нет. И об этом сегодня мы поговорим как раз с Рустамом. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, про свою, может быть, технологию. Всем привет, меня зовут Рустам. Занимаюсь я ремонтом-отделкой, работаю с дизайнерами для дизайнеров, ну и по рекомендации дизайнеров. Есть опыт 9 лет реализации проектов, знаю множество современных решений, слежу за технологиями, чтобы не отставать. Соответственно, так же, как и многие те, кто находится в клубе, я систематизирую свои знания и свой бизнес. Расскажи вот о технологии, вот о том, что я показывал, для того, чтобы получить такую смету. Это общая смета, я вижу, вот по проекту у тебя посчитано на сколько тут метров. Стоимость там получается 4 миллиона. Как ты к ней пришел, да, почему ты решил ее делать? Как она помогает дизайнерам? Ну, если вкратце, как я пришел к этому, то, исходя из своего опыта, собираю множество, скажем так, болей дизайнеров. А какие боли дизайнеров? Основная боль, это, конечно же, то, что многие строители, а в том числе и я был таким, долго считают сметы. Долго считают сметы, потому что нет системы в просчетах, и нет опыта, нет понимания, и нет того, что вот эти все кусочки, которые я назвал, они не соединены в одну картину. А что за кусочки? То есть, ну, под кусочками мы что понимаем? То есть, вот как я вижу, да, у тебя есть пол, потолок, там окна, сложные решения, кстати, как ты учитываешь или не учитываешь. Да, и сложные решения учитываются. Ну, то есть, здесь, конечно, два элемента важных. Это первый опыт, обязательно нужен быть, проект и системное мышление, системный подход. Можно без проблем формировать вот такую вот смету в течение двух часов и быстро дать результат дизайнеру, чтобы он мог посмотреть, какой бюджет понадобится для реализации его проекта и быстро дать оценку своему заказчику. Какой конкретно бюджет понадобится на весь ремонт, на работы и на черновые материалы. В принципе, вот этот вот расчет, экспресс-расчет, предварительный экспресс-смета, она и дает такое понимание. Как ты их читаешь по проекту? Вот у тебя идет проект, да, ты его разворачиваешь, смотришь быстренько, какие у тебя позиции основные. Мы представляем дизайн как на четыре основные категории его делим. Первая – это техническая часть, она делится на две части. Это сама весь технический дизайн и инженерка. А что такое технический дизайн? Ну, технический дизайн – это все планы перепланировок, расстановки мебели, привязки различные. Третья – это, соответственно, визуализация. Четвертая – это комплектация. А второе еще я упустил. Технический дизайн и инженерка – это все как в техническую входит часть. Третья – это визуализация. Четвертая – получается комплектация. Дизайны, они сами по себе разные бывают, но суть их структуры, их содержания, в принципе, везде практически одинаковая. То есть, оформленные альбомы могут быть по-разному, да, но все эти разделы все равно есть, и твоя задача – как можно быстрее найти, идентифицировать и посчитать смету. Да, и исходя из абстрактного понимания вот этих четырех разделов, на которые мы в своей системе делим дизайн, мы можем быстро прикинуть, какая примерно стоимость будет на работу и на материалы. То есть, мы берем, например, первый пункт – визуализация. Мы просматриваем, и мы уже видим конечный итог. То есть, мы изначально, когда начинаем общаться с дизайнером, мы уже знаем, в каком состоянии объекта – это новостройка либо вторичка. То есть, мы уже знаем первое состояние объекта, и по визуализации мы знаем второе состояние объекта. И теперь наша задача, исходя из оставшихся третьих трех пунктов, простроить вот этот вот мостик из состояния, которым есть сейчас объект, в состояние, которое нужно его привести. Мы просматриваем визуализацию, мы понимаем, какая чистовая отделка. Далее переходим к техническому дизайну. Он делится, как я говорил, на две части. Это чертежи и инженерка. Мы просматриваем, насколько сложны узлы, которые нужно развязать. Это инженерка, насколько сложная. Будут ли там элементы умного дома, или он вообще полностью будет напичкан умным домом. Или это просто несложная электрика, несложная сантехника, отопление, которое в один узел связывается. Какие конкретно материалы используются? Потому что от этого тоже зависит, какую мы конкретно штукатурку будем использовать, декоративную, какими наслоениями, сколькими наслоениями. Какую мы люстру будем использовать? Это легкосборная установочная люстра, либо это сложно сборная, у нас были такие моменты, когда у меня электрик, он затрачивал чуть больше полудня, даже день на сборке двух люстр и четырех бра. То есть там настолько мелкие детали. Поэтому мы просматриваем, какой сложный материал в своем сборе, и какие спецмонтажи необходимы. И ты это все за два часа смотришь и можешь идентифицировать и учесть? Да, без проблем. Если концентрировано посмотреть, да, все это дело? Да, это несложно. Но, честно говоря, это делается даже быстрее, чем за два часа. Просто два часа берется как стандартное. С перекуром и с кофе. Ну да, и зависит от того, какая площадь. То есть если до 100 квадратов, там можно и за час, за полтора управиться. Если там до 300 квадратов за два часа. Если уже там свыше 300 квадратов объекты, то тут, соответственно, ты сколько ни крути, ну, за два часа можно не успеть. То есть ключевое тебе предложение, да, и то, чем ты берешь, ты помогаешь дизайнерам максимально быстро получить информацию о смете, да, и донести и заказчикам, да, дать первое понимание вообще, во что выливается бюджет. Работаю я в основном с бизнес-классом. Также бывают экономы по старым рекомендациям. Но сейчас больше выхожу на бизнес-класс и стараюсь работать только с ними. Так же, как студии дизайна, строительная компания, она тоже, ремонтная компания, она тоже темно делится на определенные этапы. И, например, если взять чисто производство, то производство делится на 7 основных этапов. Если вкратце, вот эти вот 7 основных этапов, они делятся еще там на множество, там 30-40, в зависимости от того, какой ремонт мы выполняем, 30-40 подэтапов. Вот эти подэтапы, это ведут прорабы непосредственно. Вот на приемку этих этапов непосредственно уже прихожу я, как технический надзор своей организации, прихожу и просматриваю, все ли правильно по моему стандарту проходит в этих производствах. Соответственно, конечно же, это поиск клиентов, формирование первичного предложения для своих партнеров-дизайнеров. Это тоже мой функционал. А уже более детально просчитывают это сметчики. А как ты работаешь с дизайнерами? Я так понял, тебя рекомендуют? Как вообще ты продвигаешься? Ну, в большинстве случаев я продвигаюсь именно через дизайнеров. Это два способа. Это основные мои дизайнеры, с кем я соприкасаюсь, с кем я уже наработал. Потом от них рекомендации, то есть те дизайнеры, друзья, товарищи, с кем они уже работают, они меня рекомендуют. Либо сообщества, в которые я вступаю и начинаю работать, обучаюсь и так далее. Вот эти три основных направления, в которых у меня происходит поиск моих клиентов. И, в принципе, вся работа так и генерируется. Расскажи о каких-то самых основных моментах, там три, пять, сколько вспомнишь, с которыми дизайнеры могут столкнуться в работе со строителями, может быть, недобросовестными, либо с клиентами, когда взаимоотношения как раз-таки настройки дизайнер-клиент и строитель могут накаляться, и как этого не допускать из практики. Ну, это вообще просто. Потому что я сам через все это проходил и знаю, когда нет системного подхода. А что ты подразумеваешь под системным подходом? Системный подход – это когда у тебя расписано все производство, если мы сейчас касаемся только ремонта. Четыре основных направления. Это какое? Планирование, потом, соответственно, само производство, потом контроль за производством и сопровождение. Что входит? Планировать, это понятно дело, то, что мы планируем производство. Что нужно подготовить? Какие материалы? Именно для этого подэтапа одного из сорока. Потом само производство. Что должно в производстве происходить? По каким технологиям? Соответственно, отслеживание этих технологий, чтобы они улучшались. Потому что, к примеру, раньше красили просто, на штукатурку два раза зашпаклевали, зашкурили, покрасили. Сейчас же используют пеноблоки, гипсокартоны и так далее. Нужно армировать, нужно учитывать швы определенные, для того, чтобы потом верхние и боковые стены не давили, не появлялись трещины, ну и так далее. За всем этим нужно отслеживать. Потом третье направление, это, соответственно, контроль. То есть должен быть прораб, который контролирует первые два направления и организовывает их. И четвертое, это сопровождение. То есть должен менеджер быть, который все это сопровождает, просматривает, записывает в определенный календарь ежедневно, какие вообще процессы происходят. Чтобы в момент, когда, например, задержался материал, или задержалась выплата, я не знаю, или чтобы этого не происходило, мы заранее берем, смотрим на предыдущие объекты, и потом эти точки соприкосновения мы отодвигаем. То есть, если, например, нам материал, если он находится в рамках СНГ, и он нам нужен, и мы знаем, что он там в течение недели-двух к нам подъедет, то мы уже понимаем это, мы выставляем, соответственно, в графике такой вот, что нам материал понадобится через две недели. И мы заранее предупреждаем дизайнера. И от болевых точек, которые происходят. Вот как раз-таки строители, когда не системно подходят к своему, ну к своей работе, то есть, получается, это около двух с половиной тысяч точек соприкосновения. А у не системных строителей этих двух с половиной точек соприкосновения нету. Ну, как минимум, у них там это либо на авось, либо как-то вроде интуитивно, как я раньше это делал. А что за две с половиной точки? Прораб должен изучить проект. Потом второе. Прораб должен заказать необходимый материал. Третье. Прораб должен согласовать с мастерами дату выхода. Четвертое. Ну и вот это вот все максимально пошагово, что он должен конкретно сделать. А менеджер, он контролирует, чтобы прораб это сделал. И тем самым это у нас как бы двойной контроль идет, чтобы вот эти вот как раз... А вот каждый шаг, это я и называю точкой. И вот чтобы эта каждая точка не терялась у нас, существует менеджер, который это контролирует. И в случае, если где-то мастера или прораб, условно говоря, буксуют, мы должны выяснить, по какой причине. Это по причине того, что у нас мастер что-то не так делает, прораб что-то не так делает, возможно, дизайнер где-то что-то не так сделал, возможно, материал не довез, возможно, там не вовремя выплачено было, и нам нужно на будущее сделать, поставить задачу, чтобы не получалось таких моментов. Вот. Ну и в принципе, вот говорю же, когда есть вот эти точки соприкосновения, пошагово прописан весь процесс производства, то это дает картину целиком, полностью, и тем самым мы, соответственно, избегаем множества моментов, которые создаются у дизайнеров, да, у вас, со строителями. Когда есть четкая система и четкое понимание, тогда этих недопониманий становится меньше, а когда как раз-таки нет этих точек соприкосновения и пошаговой инструкции в производстве, вот бывают как раз недопонимания. Недопонимания бывают всегда еще на человеческой основе. Какой, допустим, дизайнер, он ведет авторский надзор, да, он там не сильно заинтересован, там, условно, в результате он заинтересован, но ему, допустим, не заплатили за сопровождение, за комплектацию, вот он делает выезд для того, чтобы посмотреть, там, условно, что вы делаете. Вот. И как вы работаете вообще с дизайнерами? Как вы выстраиваетесь с ними взаимоотношения в разных случаях для разных дизайнеров? Есть какая-то основная стратегия, либо идея? Как вы это разруливаете? Потому что правильно ты говоришь, что отношения, да, это очень важно, но как это вот на практике получается? Может, какой-то случай вспомнишь, или что-то такое? Обязательно, в первую очередь, если какая-то ситуация создается конфликтная, нужно либо созвониться, либо... Можешь привести пример какой-нибудь? Мы с дизайнером, ну, это было давно уже, где-то год назад поработаем, мы ввели один объект, и у нас получилась такая ситуация, где дизайнер по своей, ну, по своей причине, скажем так, не вовремя заказал материал. И получилось так, у нас график был простроен. То есть изначально, когда я начинаю... По комплектации. Да, изначально, когда я прострою объект, я создаю график работ и предоставляю его заказчику и дизайнеру. Я следую четко по этому графику. И если у меня там... И у меня учитывается, если один, два, три, там, до пяти дней, если где-то у меня какие-то просадки, материал не пришел, там, и так далее, то это учитывается в графике. Но когда у меня там до двух недель, то это может поломать мой график, потому что у меня ребята тоже, я их ставлю с одного, Ну, это понятно, да. Так, окей, график поломался. Да, график поломался, и получается у нас создалась ситуация, при которой заказчик говорит, почему у нас просадка на три недели. То есть у меня создается ситуация. Я могу заказчику сказать, что, блин, так и так, это дизайнер сделал, да. Вот дизайнер мне вовремя не привезла инсталляцию, не привезла мне этот слив, трап для сливного поддона. И поэтому мы инженерку не доделали, поэтому мы не залили стяжку. Но этого я не делаю, потому что в первую очередь дизайнер это мой партнер, с которым я должен внутри решить все обстоятельства. И я, соответственно, звоню дизайнеру, мы встречаемся на объекте, обсуждаем. Она мне говорит, что, да, заказчик ей выделил денежные средства, но по ее определенным причинам она не смогла вовремя закупить. А потом, из-за того, что она вовремя не закупилась, ей пришлось ждать еще две недели, пока приедет этот материал из стран СНГ. И получилось так, что я и не сказал плохо на дизайнера, и в то же время выявил, почему это произошло с ее стороны. Мы поставили процесс, в принципе, буквально там за неделю выправили. Клиенту как ответили? Клиенту я сказал, что хорошо, я уточню. Но когда он мне говорит, почему... Простой там на дизайнере. Да, почему простой. Ты говоришь, я сейчас выясню. Так выяснила дальше как? Здесь даже не то, что выясню. Я ему говорю, что есть определенные процессы, которые необходимо, соответственно, учитывать. И идут накладки. Это входит, вписан в график. А, но в целом ты говоришь, что да, просадка есть, но все под контролем, не переживайте. Да, и я ему... Нет, я ему не просто это говорю, я ему обосновываю то, что мы определенное количество времени, там около двух-трех недель, мы минимум берем на то, чтобы на такие моменты. А, и потом на гоня, то есть это в процессе. Да, и потом я это говорю дизайнеру, то, что дружище, ну вот мы... Больше мы не можем. Да, мы потеряли уже там полторы-две недели, то есть у нас осталось, ну максимум, там еще одна-две недели, не более. Вот, имей в виду это. Вот, и она уже начинает по-другому думать и действовать, и, соответственно, на будущее она таких ситуаций не делает. Плюс я стараюсь, когда такие ситуации конфликтны, не то, что конфликтны, это... Я даже не называю их конфликтными, потому что я сам человек максимально не конфликтный, я стараюсь, насколько это возможно, объективно подойти к ситуации и разобраться объективно. Сначала взять сторону дизайнера, потом мою сторону, потом из этой общей информации сформировать общую информацию, которая будет полезна нам обоим. И только исходя из этого уже двигаться дальше. Ну вот, и, конечно же, учитывать интересы заказчика, чтобы это не было плохо. И ему, ну, чтобы не получилось так, что я как бы играю только на дизайнера и только на себя. Вот, ну, учитываем заказчика, тоже его интересы. Ну, проект — это такое вообще движение, да, что там будут все счастливы, если как раз-таки все сойдутся в правильной вот этой вот последовательности и с правильными посылами. То есть очень часто бывает, именно ссоры возникают, да, не из-за этого, там, одного, двух, там, трех дней, там, или там даже месяц, может быть, простое, из-за того, что скрывается какая-то информация друг на другу, все кидают, и в итоге никому же работать не хочется, хочется завершить, уйти с объекта, а клиент тоже бросить эту тему и скорее въехать там с недоделками даже. Да, и это как раз-таки основная проблема, когда люди не хотят понять друг друга, строители не хотят понять, дизайнеры не хотят понять, строители, они начинают, не разбираются в ситуации, начинают конфликтовать, и в итоге строители обижаются, уходят, либо дизайнеры обижаются на них и снимают их. И это, честно говоря, одна из таких проблем. Вы ее пытаетесь исправить. Да, и бытует даже мнение такое, всем известные дизайнеры и строители, мол, строители не любят дизайнеров, а дизайнеры не любят строить. Но это, я считаю, несистемные строители не любят дизайнеров. И то же самое, несистемные дизайнеры не любят строителей. Если люди нацелены на результат и готовы к нему идти, и правильно мыслят, то все друг друга любят. Это и отличает счастливых людей от людей проблемных. Более того, когда у меня такие ситуации создаются, почему я говорил, это год назад такая ситуация была, а далее они создаются. Мы сразу же берем, вот есть процесс производства расписанный, и мы сразу в этот процесс производства вписываем, ага, так, значит нам нужно за 2-3 недели сообщить об этом. Она может быть и не исправит ситуации такой, если там дизайнер заболел, или у нее какие-то действительно такие ситуации сложили, что она физически это не могла сделать. Это не может исправить. Но мы стараемся, например, первый этап, когда демонтаж в день ненесущей конструкции, мы начинаем работу. В этот момент мы уже дизайнеру говорим, будь добра или будь добр, в зависимости от того, кто дизайнер, нужно уже составлять, не составлять список, а уже с заказчиком должно быть все согласовано, либо согласуй, пожалуйста, и уже нужно даты уточнять по завозу, например, инженерной сантехники, то есть инсталляции и так далее. Потому что после того, как мы отштукатурим стены, возведем межкомнатные перегородки, нам уже понадобится инженерка. А бывает так, что, допустим, дизайнер либо этим не занимается, клиент вроде как его назначил, а он вроде как и не взял деньги за комплектацию, поэтому занимается вроде как и сам, а вроде как и нет. То есть ты этот момент выявляешь как-то? Понимаешь, о чем я говорю? Да, да, конечно. Такие ситуации бывают, но они больше всего… Вы сами, может быть, берете на себя какую-то часть, либо обсуждаете этот момент с клиентом, чтобы он дизайнер. Потому что, как я вижу, как со стороны дизайнера, очень большая и частая проблема, что дизайнер не смог продать услугу авторского надзора правильно и комплектацию, и управление, допустим, строительством. Клиент вроде как сделал вид, что как-то там само разберется, а дизайнер вроде как не получил за это денег и вроде как там дальше не должен участвовать. И получается крайне кто, либо дизайнер, либо строитель, а клиент вроде как, я клиент, мне никто ничего не сказал, я ничего не знаю, почему вы не делаете? Вот бывают такие ситуации, если это там, да, то как ты с ними справляешься, знаешь ли ты о них и как ты расставляешь там приоритеты? Ну, знать, да, практически всегда я это знаю, потому что, когда мы подписываем договор, мы уже четко понимаем, какую ответственность каждый несет. То есть, получается, в процессе работы участвуют как минимум три элемента. Это строители, это заказчик и это дизайнер. Еще подрядчики есть. Ну, субподрядчики, да. Кто-то их должен привезти, чтобы они там портачили. Ну, это в основном на один из трех элементов ложится. Либо это дизайнер ведет, либо это строитель. Как это распределяется? Иногда бывает и заказчик. Это распределяется как раз-таки при подписании договора. Мы должны поговорить и разъяснить, у кого какая ответственность, кто за что отвечает. Если дизайнер, допустим, ну, там, либо начинающий, вы же с разными работаете, либо там опыт у него какая-то своя структура. Вы гибкий, да, в этом вопросе? То есть, как вы подходите, ну, как бы начинающему, как я понимаю, ему можно подсказать, да, а опытному подстроиться? Да, двоякая ситуация. Когда я понимаю, что материал, например, чистовой, я сейчас про чистовой говорю, материал, не ведет дизайнер, то я, соответственно, выявляю, почему он не ведет. И если ему нужна помощь, так как у меня есть опыт в этом понимании, то я могу помочь дизайнеру, соответственно, так как он мой партнер, скажем, дозработать себе прибыль и получить новые навыки. Круто. Второе, если он не хочет этим заниматься, то у меня есть менеджер, который непосредственно занимается закупкой материалов. Мы являемся дилерами многих материалов, но ни в коем случае, если мы работаем по бизнес-классу и комплектация идет о дизайне, то ни в коем случае я никогда не лезу в чистовые материалы, потому что это уже нарушение субординации по отношению к своему партнеру, а это чревато расторжением отношений. То есть он там должен заработать и как бы на это рассчитывать? Да, да, то есть я в это стараюсь максимально не лезть. На своем зарабатываешь? Давай про деньги тогда. Все это классно, все, что рассказываешь, здорово. Наверное, вы супердорогие ребята. Сколько там у вас примерно стоит? Ну, нет, не скажу, что супердорогие. Расскажи сначала, давай, перед стоимостью, расскажи о людях, которые у тебя работают. Что за люди, профессионалы, команды? Да, у меня так же, как и производственная система построена, так же у меня построена, ну, как система мастеров, это конвейерная система. То есть у меня каждый мастер, то есть у меня группа мастеров, большая бригада, которая состоит из узкопрофильных мастеров. То есть демонтаж, возведение, ненесущие конструкции, это делают одни ребята. Потом штукатурку, либо гипсовые стены из гипсокартона, это делают другие. То есть это не одна бригада на объект, а именно этапами. Да, да, то есть плиточник делает плитку, электрик – электрику, сантехник – сантехнику. И это люди, которые занимаются непосредственно только этим вопросом. И им легче концентрироваться на своей работе, и они, соответственно, больше получают опыта, скиллов своих, и тем самым становятся более опытными. И это очень выгодно тем, что контролируя каждого такого мастера и каждую входную, его дату входную, и его входную работу, и выход, то ты можешь контролировать четко работу, и понимая, что мастер сделает ее грамотно, ввиду того, что он именно профессионал, а не универсал, который делает все полностью. Потому что времена универсалов уже давным-давно ушли. Хоть и сейчас есть организации, скорее всего, это больше экономы, которые работают. Либо это супер, даже, мне кажется, не кажется, а в ВИПах, там тоже все делается по частям. Ну, это то, к чему идет рынок, когда узкопрофильный специалист, профессионал делает хорошую свою работу. С чем сталкиваются в основном люди, которые пытаются сэкономить? Тем, что им называют минимальную стоимость, самую минимальную какую-то, чтобы просто зайти на объект. Вот они готовы, не знают... Вот он на доп. работах догоняется. Да, они думают, что их там обманывают, что вот это вот там, то, что ты показываешь, рассказываешь, вот у тебя там таблица понятная, вот у тебя еще график, таблица обоснована, насколько я понял, у тебя еще дополнительный график, где можно углубиться в каждую таблицу и посчитать. А им говорят, общая сумма, как я очень люблю, когда говорят, под ключ, говорят, у нас все под ключ. Говорят, а что туда входит? Ну, все входит. То есть, в том выясняется, что это, это не входит, а что тогда оно было. Вот. И возникает вопрос там со стоимостью. А то, что ты говоришь, чтобы качественно соблюдать, абсолютно точно, вот узкопрофильный специалист лучше. Но это и требует денег. Давай вернемся к деньгам. Что у тебя по финансам, то есть, какие твои проекты, да, если нас сейчас смотрят дизайнеры, как им можно с тобой посотрудничать, то есть, кого ты берешь в работу, я так понимаю, что тоже как бы избирательно с таким подходом в клиентах, да, то есть, с определенным подходом должны быть. И что это за объекты могут быть, и какая у тебя стоимость, чтобы они могли предлагать тебя или твои услуги клиентам, если интересно. Да, как и говорил, я работаю, я, получается, с бизнес-классом. Объекты, которые непосредственно имеют качественный, четкий, прорисованный дизайн-проект. Это не какой-нибудь там проект, который, скажем так, на руках собранный за 500-1000 рублей. Ну ладно, мы понимаем примерно, да, о чем речь, примерно такие проекты. Да, это детально прорисованный проект, в котором понятно, что нужно делать. Но есть такие проекты, даже бизнес-классы, которые, скажем так, не имеют пирогов, к примеру, да, не имеют там осей, вот, и тем самым мы можем также дизайнерам, которые не имеют такого опыта, но у них, в принципе, хорошая структура построения дизайна, да, мы можем без проблем подсказать, как прорисовывать это. То есть, условно, не эскизник может быть, то есть, достаточно проработанный проект с материалами, с мебелью понятно, да, что, где, как, но если там узлов нет, то вы, как опытный специалист, можете, там, сами посчитать высоту стяжки. Да, конечно. Примыкание, правильно сделать. Да, пироги и так далее, и как примыкание делать, это мы все знаем. То есть, получается, вы и для опытных подходите к тем, кто вообще все прочерчивает до последнего, там, гвоздика, так это для начинающих, кто эскизник делает. Да, верно, потому что и той, и информацией и в той, и в той области обладаем. Ну, то есть, в основном мы обладаем информацией, где все прорисовано, и поэтому нам легко подсказать тем дизайнерам, которые не имеют опыта. Еще один такой момент, я спрашиваю, я иногда со стоителями сталкиваюсь, но тоже работаю постоянно, да, то есть, есть разные категории ребят, да, те, кто делали что-то из своего опыта, да, и вот сами делают, и потом говорят, вот так правильно, я там 20 лет так делал. Вот, и есть вот то, что я очень люблю, то, что всегда спрашиваю, что, типа, ребята, перед тем, как делать, покажите, пожалуйста, там, примеры, образец, как это будет сделано. Расскажите технологию, для чего это мне нужно, для того, чтобы, ну, быть уверенным, что получится все, как я задумал. Вы согласовываете ваше решение, ваша идея, там, с автором? Да, конечно, полностью. Каждый этап всегда у нас, соответственно, идет, начинается с изучением того технического чертежа, который привязан к этому этапу. Вот, помимо, вначале мы, конечно, учим весь проект, потом каждый этап. Вы изучили, посмотрели, или у вас возникли какие-то вопросы, как что делать? Прежде чем приступить к работе, мы обязательно созвоним, и если у нас есть понимание, что данный вопрос можно сделать более современно и более удобно, не изменяя саму, конечно же, концепцию дизайна, да, и не трогать там чистовых поколений. Или экономично тоже, кстати, очень важно. Да, да, и экономично. Это мы сейчас говорим про какие-то узлы и так далее. Мы обязательно звоним дизайнерам, говорим об этой ситуации, говорим об идее, и, соответственно, ждем, когда либо он сразу какой-то решет. Как правило, в 90% случаев дизайнер сразу принимает решение, говорит, спасибо Рустам, спасибо Сергею, Валеру, ну, ребята мои, вот, спасибо за то, что предложили, да, давайте делать так. Потому что действительно бывают такие моменты, когда, к примеру, не многие, а вот бывают такие дизайнеры, которые ввиду, может быть, своей неопытности или непонимания этого процесса, например, у нас есть трансформаторы для светодиодных лент, да, они по старинке вытягивают их где-то вот в одном помещении. Более того, они могут вообще про них ничего не сделать даже. Ну да, либо это не сделать. Но дизайн при этом хорошо нарисовал, все согласовал, классно, клиенту понравилось. Да, 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 все классно, основные элементы, да, а вот если детализация углубляется, то нет. И я, соответственно, звоню, к примеру, и говорю там, Лен, привет, у нас такая ситуация, давай, слушай, мы в стоимость тех черновых материалов, сумма, которая нам была выделена, мы, соответственно, докупим провода там на 50 метров больше, вот, и все трансформаторы выведем в одно место там, где будет основной силовой щиток. Твоя задача, единственное, только помочь нам понять, где будет слаботочный щит, чтобы он не мешал основной концепции дизайна. Объясняю ей, что мы можем вывести все провода в одну кучу, подсоединить все трансформаторы, да, ну, обычно всегда это шкаф прячется, да, если нет какой-то там кладовый, гардеробный и так далее. И потом все трансформаторы в одном месте. И в случае, если трансформатор перегорит, либо нужно будет что-то добавлять и так далее, мы всегда можем без проблем открыть этот слаботочный щит, взять нужный трансформатор, заменить его и так далее. Это я как пример одного из моментов, которые... И вот так, в принципе, с теми дизайнерами, которые не понимают таких детализаций, мы объясняем детально, рассказываем, подсказываем, чтобы на будущее и они, если захотят, чтобы они в своих дизайнах это вносили. Ну или как минимум они будут знать, что можем в дизайн не вносить, но Рустам это точно сделает так. Да, дизайнерами рекомендации, кто не хочет в этом разбираться, то есть условно обязаны или не обязаны, часто возникает вопрос, как хотите. Хотите детально прорабатывать, можно прорабатывать. Хотите не разбираться, тогда просто пометку делайте, что согласовать место размещения уже на авторском надзоре, там со строителями, допустим. Все, так тоже можно сделать. Это тоже будет с грамотными строителями работать. Расскажи тогда по стоимости все-таки, сколько у тебя стоит. Как можно к тебе обратиться, если вот люди сейчас смотрят нас, им это понравилось, во-первых, какое твое предложение для дизайнеров, то есть я так понимаю, вы сначала знакомитесь, но повод для знакомства какой-то должен быть. Как с тобой там начать взаимодействовать, работать, сколько стоит твоя работа, в среднем опять же, понятно, что там все считается, но в среднем как понять. И как тебе, кому написать обратиться. Так, ну, здесь все очень просто. Первое, это, конечно же, нужно пройти небольшой тест-драйв, для того, что если меня вообще, ну, не знает дизайн, но увидел только что это видео и хочет со мной познакомиться. Твои работы, да, кстати, можно посмотреть где-то. Мои работы, да, можно посмотреть, у меня есть портфолио в Инстаграм. Ссылочку поставим. Ссылочку обязательно прикрепим. Потом есть небольшой тест-драйв, который можно пройти, это по формированию расчета стоимости за два часа. Это может быть любой проект, это проект, может быть, даже который уже сделан, реализован. Факт того, что этим тест-драйвом мы с вами вместе сможем познакомиться, как минимум. И я вам дам уже какую-то определенную ценность. Это конкретно просчитанный проект с суммами, с цифрами, чтобы у вас уже было более конкретное понимание, как я работаю, соответственно, и в каких объемах и бюджетах. Окей, какая механика? Что я должен сделать? Прислать тебе проект? Да, прислать ко мне проект. Пояснения какие-то, созвониться, сказать, что я там дизайнер, допустим, веду проект, хочу с тобой познакомиться. Вот у меня проект такой-то, либо свежий, который сейчас делается, либо я там свежий еще не готов, беру предыдущий, давай попробуем повзаимодействовать, начать. Ну да, это два основных шага. Это, получается, первый. Позвонить ко мне, номер также будет указан. Потом, получается, прислать проект. Я считаю, присылаю проект, мы опять созваниваемся, более детально все обсуждаем. Соответственно, после этого, если да, то встречаемся, более детально общаемся. Хорошо. Либо по этой смете, либо по какому-то... Сколько стоит денег? Значит, сами работы у меня от 25 тысяч рублей. Москва, Московская область? Москва, Московская область, да. 25 тысяч – это бизнес класса, уровня с отделкой, да, получается? Да, полностью. От новостройки, условно говоря, до полной реализации проекта. Зарабатываете, вы получаете ца на том, что у вас хорошие специалисты, по конвейеру идут, качество хорошее переделывать не нужно, у вас заработок на контроле, как раз-таки, взаимодействия. Да. Агентские выплачиваете дизайнеру? Безусловно, агентские вознаграждения мы всегда выплачиваем, это 10% от стоимости работ. То есть, та стоимость работ, которая будет в первичном расчете указываться, это 10% от нее будет уходить, соответственно, дизайнер. То есть, из этих 25 тысяч, 2,5 тысячи за квадратный метр уходит дизайнеру. Тогда еще такой вопрос, да, в завершении, что ты бы мог посоветовать дизайнерам, ну, скажем так, чтобы у них шли проекты, чтобы у них там все получилось. Какие-то пожелания, рекомендации для правильного взаимодействия со строителями, с клиентами? Ну, в первую очередь, это, конечно же, повышать свои навыки, систематизировать процессы, работать над собой, над своей командой. Общение, вот я заметил, ты всегда говорил, что у тебя ключевое, то, что я сейчас с тобой общаюсь, у тебя именно с кооперацией и взаимодействием между собой и правильное общение, понимание друг друга. Ну да, это очень важно, потому что вся наша жизнь... Это то, что я почувствовал. Да, вся наша жизнь в социуме это соприкосновение с разными людьми, как в работе, так и вне работы. Поэтому этот навык общения, он максимально должен быть прокачан и прокачиваться постоянно для того, чтобы как раз-таки избежать моментов, в которых даже разойтись можно аккуратно и без каких-то ущербов для обеих сторон. Основа, конечно же, это взаимопонимание, коммуникация. А далее уже системность в своих действиях, системность в команде. Наверное, я желаю только этого. Будьте системными, будьте постоянными учениками, и все получится. Отлично. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Все, кто нас смотрит, обращайтесь, как минимум можно посмотреть на то, что делает Рустам, посмотреть, воспользоваться вот этим тест-драйвом по смете, что мы тоже, кстати, сделали. Интересный получается расчет, как бы сделан по проекту, и очень точное попадание в пределах 10-15%, с учетом даже прогноза повышения цен. Спасибо за встречу, и увидимся в следующем видео. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, обращайтесь к Рустаму, и делайте отличный проект, делайте счастливыми себя и клиентов.